Имею стаж с 2006 года. Свою рабочую деятельность начал в Симполатинском эксплуатационном локомотивном дпо помощника-машиниста. В 2009 году был назначен на должность машиниста-типовоза. Сейчас имею первый класс в квалификации. Как такого черного ящика нет, но имеется на старых сериях локомотива Скоростимер, СЛ-2М. А на новых сериях сейчас имеется у нас Клубу аппарат, комплексное локомотивное устройство безопасности, где непосредственно производится запись всей поездки, действия локомотивной бригады в пути следования. В шарманках машиниста там находятся все необходимые вещи для поездки, вся действующая документация, инструкции, а также допустимые скорости на участках следования, ТРА-станции, необходимые ключи и инструменты для исправления неисправности в пути следования, молоток, фонарик, а также пища для приема в пути следования. Машинисту спать категорически запрещается, так как он находится на последнем рубеже безопасности. Чтобы быть бодрым и хорошо провести свою поездку, необходимо перед поездкой отдохнуть дома, поспать и выполнять все требования действующих инструкций. Помощник необходим для машиниста, так как мы управляем очень сложной техникой. Чтобы его обслуживать, необходим помощник машиниста, а также для обеспечения безопасности. Роль помощника очень велика. Локомотив пути не должен меняться, он должен от станции формирования до станции назначения довести поезд. Если его техническое состояние все исправно, в пути следования локомотив не меняется. Технические стоянки предназначены в первую очередь для соблюдения графика движения поездов, а также для осмотра технического состава, подвижного состава, на его исправность и дальнейшее исследование его по участку исследования. У нас имеется пособие выхода на пенсию 57 лет. Это тоже предоставлено только для машинистов и помощников для локомотивных бригад. Чтобы получить права на вождение, необходимо определенный срок отработать в должности помощника машиниста. Потом помощник машиниста отправляется в специальные учебные центры для повышения квалификации. Проходит полгодовое обучение, потом сдает соответствующие экзамены. И после сдачи всех экзаменов он получает права на вождение типовоза. Когда я уезжаю в поездку, очень сильно меня ждут дома. Когда я возвращаюсь, очень радуются. И моя младшая дочка всегда спрашивает, папа, ты куда? Я говорю, что еду в поездку, чтобы заработать денег, чтобы вы учились и создавать для вас условия. На железную дорогу первый человек, который в нашей семье работал, это мой прадедушка Нихамбаев Зейнолла. Он принимал непосредственное участие при строительстве Транссибирской железнодорожной магистрали. Потом мой дедушка работал вагонником-осмотрщиком. Мой отец до сих пор работает на железной дороге. И работает в Симпалатинском эксплуатационном депо инженером по охране труда. И вот я машинист тепловоза. Также у меня есть мой родной братишка, который сейчас служит в армии, который тоже учится на железнодорожниках. Думаю, и мой сын тоже будет железнодорожником в незримом будущем. Так как железная дорога является основной артерией в перевозочном процессе. И люди должны иметь свое призвание, чтобы здесь трудиться. Не лениться, любить свою профессию, быть профессионалом. Лучше быть хорошим помощником, чем плохим машинистом. Выбирайте свое призвание. И не останавливайтесь перед никакими трудностями. Идите вперед. Субтитры подогнал «Симон»